коллеги всем доброе утро с вами виктор паньков сегодня 9 декабря среда и мы начинаем математический анализ валютного рынка форекс евро доллар вчера походил во флете причем амплитуда этого хождения было гораздо меньше чем амплитуда предыдущего дня то есть понедельника видим таким образом мы получили несколько еще ключевых зон для отработки отскока цены в рамках вложенного дня собственно один из них мы уже на премаркете европы отработали это уровень 1 2147 вверху остался еще один 12166 и два уровня внизу 1 2062 12080 отрабатывать их следует по такому принципу что после отскока первого уровня мы ожидаем подхода ко второму уровню и затем движение к противоположным целям то же самое касается и нижних целей то есть вот таким образом мы рассчитываем отработать данный сценарий помимо этого цели вверху у нас остаются прежними 1 22 ровно 1 22 43 цели внизу также пока не меняются это 1 19 15 1 19 36 ключевой диапазон до выхода из флета границ которого прописаны понедельником я думаю что стоит придерживаться именно ближайших целей тех которые я говорил в начале фунт доллар фунт продолжает двигаться внутри трендового канала вчера также мы предприняли попытку проторговать этот трендовый канал видим что в принципе она в некотором роде не удалось но тем не менее исходя из текущей структуры цены мы можем расширить этот трендовый канал до вот таких пределов в принципе видим что по границам он у нас вполне укладывается в текущую тенденцию здесь у нас также есть формация вложенного дня вчерашний день по амплитуде видим что был гораздо меньше понедельника и таким образом у нас появляется несколько интересных зон верху рекомендовал бы придерживаться вот этой зоны между уровнями 134 28 134 32 и соответственно от вот этих границ уже пробовать какие-то продажи с более высоким потенциалом но по крайней мере 170 пунктов также есть еще один ключевой уровень выше 134 81 который соответствует вот этому вот этот проторговочки которая у нас была образована на прошлой неделе в пятницу и отсюда в принципе мы также сможем скорректироваться нисходящем направлении два ключевых уровня внизу один соответствует уровню минимальной коррекции по отношению ко всему восходящему движению фунта за последние несколько недель это уровень 1 32 47 и второй уровень находится немножко ниже это 132 ровно отработка здесь такая же как и как и по евро доллару то есть ожидаем подход к первому уровню от него ожидаем отскока и затем при походе к следующему уровню ожидаем разворота и движение противоположную сторону по тенденции можно сказать что больше шансов у цены в данный момент пройти именно к верхней границе поскольку до нее все-таки поближе идти 63 пункта хоть и сейчас на премаркете у нас видим фунт начинает корректироваться в нисходящем направлении тем не менее вчера было несколько неплохих попыток срыва цены и разворота тренда в восходящий восходящую сторону поэтому такая ситуация вполне возможно то есть текущих позиций ожидаем движение наверх и отсюда работаем в нисходящем направлении такой сценарий на сегодня доллар японская иена также застрял во флете причем флэт этот оказался более глубоким нежели у других валютных инструментов и здесь у нас есть целый ряд ключевых уровней которые добавились исходя из этого флета ближайший уровень сверху 104 298 от него практически соответствующий понедельничному максимуму от него мы с вами ищем отскок цены два ключевых уровня снизу 103 851 103 894 от них также рассматриваем отскок цены в противоположную сторону и более дальние уровни ближайшие это уровни лежащие в диапазоне 104 407 104 466 про которые мы с вами говорили ранее здесь есть целых два уровня поэтому вполне возможно что мы пойдем вот по такому основному сценарию а затем движение в нисходящем направлении на отработку нижних целей но следует сказать что цели у нас есть как ближние так и дальние 104 666 более дальний уровень и также внизу то есть помимо вот этого диапазон чека есть уровень 103 733 103 543 и 103 304 лежащий уже в диапазоне старшего таймфрейма поэтому будьте внимательны начнем отработку с ближайших уровней а дальше уже будем смотреть по ходу развития событий доллар канадец также не вы не выказывает пока никакой активности видим что тоже ходит в таком своеобразном флэте этот флэтик даже мы можем отметить с вами вот таким образом и сейчас пока что мы двигаемся к нижней границе данного флэтового диапазона конечно же приоритет у нас пока еще лежит на то чтобы все таки либо достигнуть с текущих позиций наших нижних целей 1 26 99 1 27 57 но это диапазон старшего таймфрейма поскольку мы пролетели уже достаточно много этих диапазонов помимо не отработанного то вполне возможно что перед ой вполне возможно что перед его отработкой мы пойдем на небольшую коррекцию если это случится то здесь отработка будет повред примерно вот по такому сценарию до диапазона как минимум 1 29 0 9 1 29 20 это ближайшие цели по сопротивлению текущего нисходящего тренда более дальняя цель 1 30 28 1 30 51 но к ней мы пойдем только если закрепимся выше ближайшего целевого диапазона поэтому на текущий момент основная идея у нас такая что пока мы не пробили локальный минимум мы рассчитываем на то что мы пойдем пробивать трендовые линии и двигаться вот к этому целевому диапазону ну а если мы пробиваем локальный минимум тогда собственно мы заходим в наш целевой диапазон нижний и здесь у нас есть две котировки от которых можно пробовать агрессивные покупки 1 27 30 1 26 91 австралиец доллар также вчера походил в непонятном узком флейте образовал формацию вложенного дня и один из уровней отработал уже на текущий момент то есть видим что был тест этого уровня сейчас пока цена корректируется в нисходящем направлении более дальний уровень 0 74 65 и верхний целевой диапазон ближайший 0 74 75 0 74 96 ближайшие цели внизу 0 73 84 0 73 67 также хочу обратить внимание что вчера мы отработали уровень глубокой коррекции и видим что была достаточно неплохая точка входа порядка сорока семи пунктов можно было забрать данного потенциала для похода вниз более дальние цели это целевой диапазон 0 73 33 0 73 43 поскольку структура у нас пока не меняется то есть капитально вверх мы не ушли поэтому этот диапазон остается актуальным ну а более дальние цели будем рассматривать только после того как закрепимся ниже данного диапазона новозеландец доллар примерно повторяет структуру движения австралийца данная пара последние дни является более волатильной поэтому стоит от него ждать каких-то более серьезных движений исходя из текущей структуры предполагаю что мы поднимемся еще чуть чуть выше видим что пробили мы первый целевой уровень практически не обратили на него внимания была только такая совсем небольшая коррекция поэтому ожидаем подхода к уровню 0 70 78 от него работаем в нисходящем направлении целевые уровни внизу 0 70 11 0 69 96 эти уровни примерно соответствуют области сопротивления ограничить с трендовой линии областью поддержки прошу прощения поэтому отсюда работаем восходящем направлении к нашим верхним целям более дальние цели по новозеландцу находятся в районе 0 72 62 0 72 86 но для того чтобы до них добраться как минимум нужно будет закрепиться выше котировки 0 71 0 3 а пока придерживайтесь этого сценария про который я сказал золото золото вчера также не показала каких-то больших действий проходили мы во флете в непонятном с небольшим преимуществом быков но тем не менее сегодня на азиатской торговой сессии закрепились ниже этой трендовой линии и сейчас кажется готовы немного скорректироваться в нисходящем направлении ближайший уровень поддержки 1852 31 более дальний 1840 85 и также есть объемная зона которая может поддержать цену и двинуть ее дальше в восходящем направлении цели вверху предостаточно 1876 87 1881 19 ближайший целевой диапазон и более дальний 1890 27 1896 37 собственно стоит ориентироваться на эти цели но структура движения у нас будет с вами либо вот такая от минимального уровня либо от уровня глубокой коррекции прямо в этот диапазон в любом случае пока что данная структура у нас остается преимущественно восходящий здесь мы можем с вами отрисовать ой здесь мы с вами можем отрисовать трендовый канал ну и ориентироваться по нижним и верхним границам трендового канала искать ту зону откуда с наибольшей вероятностью у нас цена пойдет дальше наверх но в принципе вот этот уровень у нас остается актуальным то есть вот такой сценарий у нас будет с вами основной случае если мы все-таки пойдем вниз импульсно пробивая все вот эти уровни последнего восходящего движения то в данном случае у нас работают уровни старшего таймфрейма 1827 28 1803 48 если же мы проторгуем и эти уровни тогда полетим вниз к нашим нижним не отработанным целям ну я думаю что за один день это вряд ли произойдет движение все-таки здесь достаточно серьезное должно быть поэтому пока что придерживаемся так сценария восходящем направлении серебро серебро продолжает двигаться в рамках трендового канала спустились мы к ключевому уровню минимальной коррекции и пока что продолжаем танцевать вокруг него показывая что еще готовы двигаться в восходящем направлении цели вверху остаются прежними 25 83 26 0 5 вчера мы отработали нашу ближайшую цель 24 87 24 98 было весьма такое неплохое неплохой точечный вход на продажу надеюсь кто то из вас воспользовался но потенциал сами видите небольшой но тем не менее забрать его можно было и и сейчас продолжаем придерживаться восходящего тренда смена тренда на нисходящий произойдет у нас в случае если мы проторгуем данные уровни в нисходящем направлении и закрепимся ниже 24 0 1 пойдем дальше вниз тогда у нас здесь будет два ключевых уровня поддержки ну а целевой диапазон нарисуем исходя из сложившейся структуры дальше нефть марки бренд нефть на премаркете как мы видим растет пока что тренд у нас остается преимущественно восходящий поэтому продолжаем рассматривать данную тенденцию здесь следует отметить вот этот вот этот нисходящий тренд он пока что у нас в текущем коррекционном движении является основным поэтому если мы его преодолеем и закрепимся выше него то будет точно такая же структура как и здесь видим выбили закрепились и полетели дальше в восходящем направлении более дальние цели по нефти находятся в районе 51 21 52 65 ну и собственно северное направление у нас пока что наиболее предпочтительно с технической точки зрения будьте внимательны сейчас очень много новостей поступает как по экономике в целом так и по рынку нефти поэтому вполне возможно что под действием фундаментальных факторов цену могут обрушить ближайший уровень поддержки 46 40 46 66 более дальний мы пока не рассматриваем но если будет интенсивное движение то даже вот этот сгусток цели в одном месте не сможет остановить цену и она повалится еще дальше скорее всего это произойти может вплоть до вот этих границ 40 82 41 17 можем эту зону продлить чтобы иметь ее ввиду но с текущих позиций это достаточно такой большой потенциал порядка 80 пунктов поэтому маловероятно что это произойдет а пока под где придерживаемся основного сценария на пробой продолжение движения и доллар рубль доллар рубль пока что прибывает неподалеку от своих циклических целей 72 10 72 57 ближайший уровень снизу его мы еще не тестировали диапазончик точнее но сейчас находимся пока что в диапазоне краткосрочной тенденции и можем вполне скорректироваться в восходящем направлении ближайшая цель по коррекции у нас находится в районе 75 05 собственно как мы к ней подойдем здесь уже будем рассматривать дальнейший сценарий на пробой и отработку конвергенции цели у нас потихоньку снижаются по мере того как цена двигается во флете или в нисходящем направлении но потенциал у нас пока что не меняется 76 28 77 27 наши цели по отработке конвергенции ну и сейчас ожидаем восходящего движения к цели 75 05 ну а здесь уже будем смотреть если будет пробой значит пойдем отрабатывать если нет значит будем двигаться в нисходящем направлении по тренду такие торговые идеи есть на сегодня надеюсь вам понравилось данное видео ставьте лайк подписывайтесь на наш канал жмите колокольчик чтобы не пропустить следующий обзор хорошего дня и удачной торговли